Здравствуйте! Сегодня расскажем о загадках и тайнах, которые хранят музейные сокровищницы. В фондах Приморской государственной картинной галереи собраны сотни шедевров старинной живописи. И за каждым полотном стоит своя, порой детективная история. О некоторых сегодня и расскажем. Жемчужина коллекции главного художественного музея. Края, картина изгнания из рая. Пример живописи эпохи Возрождения. Предмет особой гордости и картины галереи, главное, реставраторов. Ведь в свое время они практически спасли полотно от разрушения. Работы длились несколько лет, но даже когда специалисты пристально изучали холст, они не подозревали, что под официальным грифом копия Якоба Пальма-младшего скрывается тайна. Вы можете себе представить, что благодаря тому, что вышел каталог Румянцевского музея, огромный, очень дорогущий фолиант, но он, тем не менее, попал на некоторое время в руки нашего директора Алены Алексеевны Доценко. И она, зная, что некоторые наши вещи западные попали из Румянцевского музея, начала его листать. И обнаружилось, что эта картина была в числе четырех отобранных Румянцевским музеем для себя из коллекции Горшанова. Но то, что она оказалась одной из избранных именно в коллекцию музея Румянцевского, этого мы не знали. И научная статья, сопровождающая описание Горшановской коллекции, заканчивается словами, что одно из самых лучших произведений коллекции Василия Горшанова «Изгнание из рая» Якоба Пальма-младшего находится в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. И таким образом, это уже совершенно точно подтвердилось информацией о том, что это не копия, это работа самого Якоба Пальма-младшего, который работал в конце XVI века и является представителем позднего возрождения. Эта находка вдохновила музейщиков на новые поиски, на то, чтобы более тщательно изучать документы, которые стоят за каждым холстом. Так, благодаря этому, авторское имя обрела еще одна картина из музейной коллекции. Работа нам всем очень всегда нравилась, и нашим зрителям тоже, но тем не менее мы считали, что это копия. Но когда я показала эту работу в Эрмитаже, специалисты отдела итальянского искусства сказали, «А вы посмотрите-ка повнимательнее, потому что это не похоже на копию, это похоже на самого Лука Джордана». И, возвратившись домой, я начала очень внимательно смотреть наши документы. Они как-то несколько фаз проходили. И когда я добралась до самого первого документа, который был выдан музеем имени, да, изящных искусств московским, то я обнаружила, что там никакого слова копии-то нет. Там написано «Лука Джордана», «17 век», «Аврора». А вот каким образом эта запись была переделана во время передачи уже из музея Арсеньева к нам, непонятно. Но бывает так, что, оставаясь официальной копией, благодаря исследованиям специалистов, картина может обрести совершенно иной статус. Так всем известно, что в Эрмитаже представлен подлинник великого Тициана, кающаяся Мария Магдалина. В Приморском музее висит копия 18 века. Когда я в последний раз была в Эрмитаже, коллеги мне сказали, что да это не может быть 18 век. Это копия времени самого Тициана. Это времени именно высокого возрождения. Но, конечно, это как бальзам на душу нам, потому что мы сами все время чувствуем, что это очень высокого класса живопись. И здесь можно, кстати, обратить внимание на те правила, которые существовали всегда для копиистов. Никогда художник-копиист не должен точно соблюдать размеры оригинала. То есть на несколько сантиметров длина, высота должны отличаться. Кроме того, и в композиции произведения обязательно какие-то изменения. Мы видим, что вот череп, это обязательный атрибут Марии Магдалины, в оригинале он повернут лицом к самой Магдалине, а здесь он повернут на зрителя. Еще по-другому вот эта левая сторона написана в сосуд, в оригинале. Он стоит как бы в глубине немножечко и по-другому повернут. И здесь вот еще в оригинале есть такое изображение дерева, которое очень часто для понимания глубины пространства дается вот эта вот точка отсчета дерева. У нас его нет. Но тем не менее лицо написано великолепно. Венецианская красавица рожеволосая перед нами. И этим всегда характерен характерный героинь Тетициана, жителя Венеции, который даже изображая богиню, он брал за образец красавиц тех, которые жили с ними рядом. И брал именно тот тип, который был характерен для Венеции. Творение великих мастеров – это не только пример высокого искусства. Они на века сохранили образы тех, кто когда-то жил в Риме, Венеции, Антверпене. И согласитесь, вглядываясь в эти лица, так интересно знать, а кто же эти люди? И великая удача, когда спустя много лет герой той или иной картины вдруг обретет имя. История, которая произошла с этим портретом голландского мастера Яна Равенстейна, наши музейщики называют просто фантастической. Изучая документы, сопровождающие наши работы, они по папочкам лежат, их много лет, может быть, никто не смотрит. И вот в результате, благодаря некоему совету нашего директора Алены Алексеевны Доценко, которая была одно время главным хранителем, и тоже помнит, что там с этими картинами связано, она мне посоветовала посмотреть повнимательнее. И вы можете себе представить, что в папке среди других документов я увидела фотографию вот этого самого человека. другой портрет, но лицо однозначно тоже того же примерно периода, а портрет этот датировался примерно 1627 годом, то есть начало 17 века. И оказалось, что это портрет посла Нидерландов во Франции, Флорента II, графа Палатта. Вот такой, то есть этот портрет у нас на 51-м году нашего существования обрел имя. Для истории искусства важны не только имена тех, кто создавал шедевры, тех, кого рисовали художники. Практически за каждой картиной стоят персонали и людей, благодаря которым предметы старины дожили до наших дней. Это коллекционеры. За этой картиной, которая числится по документам как копия с работы Гаудианцио Феррари, скрыта своя история коллекционеров – тех, кто привез картину в Россию, кто хранил ее. Картина «Святое семейство» попала к нам из музея Пушкина. Но на обороте этой картины была надпись, что картина куплена министром императорского двора Петром Михайловичем Волконским в 1800, неизвестно в каком году. Подняв историю этого самого замечательного министра Петра Михайловича Волконского, я узнала, что он был министром императорского дворца всего два года – 1826 и 1827. А дальше у него и другие были назначения. Таким образом выясняется, мы можем судить о том, что картина была приобретена в 1826-1827 году, в начале XIX века. Но подумайте сами, мог ли министр императорского двора, который занимался, среди прочего, и коллекцией императорского эрмитажа, купить копию с Гауденцию Феррари 17 века? Наверное, вряд ли это не очень ложится вообще на историю высших слоев общества. Детали всегда играли важную роль в искусстве. Они могут многое объяснить, но иногда они загадывают новые загадки. Детали показывают, с помощью чего художники эпохи барокко могли оказать сильное эмоциональное воздействие. Поднятые к небу глаза полны мольбы. Ее усиливают жест руки и складки лба. Все крайне выразительно. Но музейщиков заинтересовали не только те детали, которые видит обычный посетитель. Молящийся монах, копия Гверчина, живопись очень хорошая, и соответствует именно времени Гверчина. Взяв руки эту вещь и посмотрев на ее оборот, поняли, что ранее-то она быть не может. Холст достаточно новый. Но там нас ждала еще одна загадка. Когда внимательно мы рассмотрели эту работу, подняв ее из фондов, то обнаружили на обороте великолепную монограмму. Монограмму императрицы Марии Федоровны. Супруги Александра Третьего. То есть это действительно конец XIX века. Холст новый. Работа очень написана так, как должна быть написана копия XVII века. Вот это вот как, каким образом, вот почему Мария Федоровна взяла себе в коллекцию, в личную коллекцию, копию с Гверчина, написанную в конце XIX века. Вероятно, это и существует какая-то еще история, про которую нам предстоит узнать, чем же так дорога была эта копия супруги Александра Третьего. Много лет музейщики изучают картины, а предметы старинной живописи продолжают загадывать загадки. Так наши музейщики, исследуя это полотно, были просто уверены, что это пример голландской школы живописи. Кружевной чипец, фартушек под бархатной кофтой, украшения скромные, но достойные – все указывало на то, что героиня – представительница буржуазного сословия. Наши музейщики были просто уверены, перед ними богатая голландка. И вдруг, во время одной из стажировок нашего реставратора молодого Анны Геннадьевны Калмыковой в Омске, куда приехали искусствоведы и реставраторы не только из России, но и из Голландии, голландский искусствовед сказал, нет, это не голландская живопись. Вообще у нас нет, у наших женщин никогда не было вот таких чипцов с завязками, вот, у нас не может быть, чтобы вот было декольте и из-под него не виднелась нижняя рубашка, то есть такой открытости, нет. И вообще, может быть, это какая-то польская работа. Нас, конечно, это подвигнуло к новым поискам. Я перерола массу каталогов живописных разных стран, разных музеев. Саму коллекцию, вернее, экспозицию Эрмитажа тоже просто проштудировала. Вы знаете, во-первых, первое было разочарование в том, что действительно таких чепчиков в голландской живописи 17 века не было. Но эта картина берет свое начало из коллекции Семенова Тяньшанского. Это был не только великий ученый, но и великий коллекционер. Он коллекционировал именно голландскую живопись. То есть сомневаться в том, что он, так сказать, по незнанию приобрел работу другого польского художника, ну, как-то, в общем-то, не представляется возможным. И поэтому эта работа для нас на сегодняшний день стала более загадочной, чем была ранее. Эта выставка живописи старых мастеров, в картинной галереи является ярким примером того, что музей – самое нескучное место. Здесь можно думать, искать, размышлять. Здесь можно открыть новую детективную историю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok